Последний месяц лета становится настоящим испытанием для людей, страдающих аллергией. Август – время цветения ампрозии. Пока люди запасаются антигистаминными препаратами, городские службы пытаются бороться с опасным сорняком. Получается ли у них это? Подробности у Галины Григорян. Вот этот куст уже скоро начнет свистеть, появятся семена. Один куст дает от 30 до 40 тысяч семян. И эти семена различаются в радиусе 5 километров. Вот пора его выдергивать. Специалисты говорят, аллергия на цветение амброзии может появиться даже у совершенно здорового человека. Происходит это, если постоянно дышать воздухом с пыльцей сорняка. В августе особо тяжело переносить эту аллергию, так как начинают слезиться глаза, тушить горня. Так как лекарства дают краткосрочный результат, стараюсь обходить те места, где цветет амброзия. Но это, конечно, сделать очень сложно у нас в городе, потому что ее очень много. Амброзия начинает расти поздней весной, но самый пик ее цветения приходится на июле-август. В этот период растение выделяет пыльцу, которая является одним из самых сильных аллергенов. По наблюдениям врачей, каждый год аллергиков становится все больше. Однако не все они обращаются к специалистам, недооценивая опасность аллергической реакции. Пациенты, испытывающие симптомы аллергии, часто допускают ошибку, обращаются в аптеку и получают лечение аллергии в аптеке. На мой взгляд, нужно предотвратить такой способ лечения. И часто я сталкиваюсь с осложнениями того, что пациенты не обращаются вовремя к врачу. И на протяжении нескольких лет получают лечение в аптеке. Но что делать с сорняком, который растет повсюду, не совсем ясно. Ликвидировать амброзию обязаны владельцы территорий, на которых она растет. Предусмотрены даже штрафы за неисполнение предписаний. Но найти собственников, говорят специалисты Российскохознадзора, непросто. Как правило, у нас с амброзией никто и не борется. Потому что, когда мы ходим на проверки, выясняем, находим очаги амброзии, то часто бывает невозможно выявить хозяина этого участка. А когда мы его выявляем, то наши штрафы мизерные от 300 до 500 рублей. И на это народ не реагирует. В промышленных зонах и безлюдных местах работа ведется в полную силу. Вдоль дорог и на заброшенных территориях сорняки устраняет префектура. Говорят, уничтожают как могут. Но полностью устребить опасный сорняк не так-то просто. Как мы сегодня с вами видим, вот за моей спиной, вот эта огромная территория, мы только переговорили с руководителем предприятия. Буквально несколько дней назад, начиная с прошлой недели, предприятия от Черменского округа в сторону нефтебазы, предприятия от Черменского округа в сторону шестой промышленной и по самой шестой промышленной, также по улице Тельмана в районе пивзавода Дарьял. И сейчас ведутся работы, не останавливаются. Тем временем люди, страдающие аллергией, готовятся к непростому времени года. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. В то же время стараться избегать мест, где растет амброзия, и помнить о простых правилах, которые помогут пережить конец лета с минимальным ущербом для здоровья. Галина Григорян, Чермен Цураев, Ибрагим Чочев. Новости Осетии.